всем здравствуйте вот здесь у меня растет сорт ремонтантной малины джон джей что такое джон джей показываю что такое джон джей это еще раз ремонтантный сорт малины сегодня 15 августа и вот он только начинает вступать в плодоношение вы посмотрите какая малина это не малина это гигант вот смотрите это все будет плодоносить до вот это уже спелые все упала смотрите ягодка это уже приспевшие вот для сравнения смотрите и она будет плодоносить до самых морозов так вот осенью после того как малина от плодоносила это обычно происходит с началом первых серьезных уже морозов весь этот ряд я вырезаю полностью все побеги вырезаю вровень землей здесь вообще остается грубо говоря голая земля так Субтитры сделал DimaTorzok После того, как малина срезается, опять же весь этот ряд я хорошо мульчирую опавшей листвой. В основном это листья вишни или других каких-то фруктовых деревьев. Мульчирую тщательно, мульчирую обильно. Мульчирую и для того, чтобы здесь не росли сорняки, чтобы здесь задерживалась влага, чтобы при перегнивании из листьев какие-то хотя бы минимальные полезные вещества попадали в грунт. Обычно после тщательного мульчирования осенью вот эти все листья фруктовых деревьев лежат у меня где-то до конца лета. Но в этом году, в этом году был очень такой, скажем так, погодный феномен. Половина лета была очень дождливая, очень много было осадков. Как результат, у меня все листья перепрели и у меня сейчас практически осталась голая земля. Малина только вступает в плодоношение, поэтому вот этот ряд вообще только начинает свисти. Активно работают сейчас пчелы по малине. И мне нужно защитить малину от потери влаги, потому что влаги я буду сюда давать много. А чтобы влага не испарялась, мне нужно замульчировать. Очень хорошо мульчировать скошенной травой, каким-то сеном после костки газона. Но у меня сейчас напряженка с сеном, поэтому я сейчас буду совмещать приятное с полезным. Вот здесь, вот эта южная часть, у меня здесь растут, скажем так, ненужные деревья, кустарники, которые я сейчас буду обрезать, давать доступ солнцу вот на эту хотя бы часть ряда. И вот эти срезанные ветки буду тоже использовать. Потом покажу как. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так раньше все было, а вот так выглядит все сейчас. Все замульчировано. Только малина торчит. Мне очень нравится, но нужно понимать, что ветки, это такой не самый лучший вариант, это на недельки 2-3, ну максимум месяц. Но в течение месяца я буду делать следующие. Вот видите, я на ветки положил это сорняки какие-то. Даже свежие, вот так, по чуть-чуть небольшим слоям можно укладывать наверх веток, когда они уже подвянут. Это будет дополнительная мульча. Это будет защищать от потери влаги 100%, потому что солнце туда не попадает, ветер там гулять не будет, там будет микроклимат. И, конечно же, сорняки тоже там расти не будут, потому что там нет солнечного света, вообще никакого. Поэтому ветки это самое оно, а еще лучше сверху положить сорняки. Вот такой вот вариант мульчирования. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok